приветствую уважаемые я сегодня вам расскажу про довольно необычную камеру камеру 360 360 градусов называется эта история рико тета с рико ттс я увидел на гиг пикнике там девушки стояли со стендиком но и показывали всем я взял контакты но вот нарвался скажем так навстречу напросился и взял это дело потестить вообще честно говоря никогда такой штуки не было я видел что люди снимаю 360 я периодически встречаю фейсбуке вот эти вот фото объемные скажем так круговые не за как хотите сферические и с одной стороны это вроде бы круто с другой стороны их немного в моей ленте то есть не могу сказать что это супер-пупер распространено мне всегда было интересно как это вообще изнутри то есть со стороны потребителя попробовать походить с этим поснимать действительно ли это круто действительно ли это не круто и нужно ли это вообще обычному пользователю но давайте вам сегодня расскажу по итогу вот нескольких можно сказать даже недель пользования по факту поехать значит и рико тета выглядит как ну не совсем камера до в примычном понимании нашим то есть она такая вытянутая палочка и на конце у него и у нее как хотите так называйте значит два этих вот линзовых блока с одной стороны и с другой стороны совершенно одинаковые а эта история очень мне напомнила дизайн лыжи да то есть у лыжей есть тоже камеры 360 и она выглядит примерно похожим образом она поменьше потоньше там как-то покороче попроще но тем не менее да есть такая идея и существует идея уже сферически как например у самсунга шарик до двух сторон есть еще третий вариант когда просто сверху такая вот одна большая очень широкоугольная линза сверх ширик и просто шарик внизу без второй линзы но это такая уже упрощенная тема облегченный скажем так вариант тем не менее значит эта история не разборная она хоть и не защищена особенно от воды ну то есть его купать не рекомендуется для этого специально есть аквабокс она не разборный это как бы наверное может быть даже и плюс потому что лишний раз ничего не забьется не попадет сверху сразу же показываю ближайшие к вам здесь у нас динамик и микрофон до микрофон один здесь нету такой микрофонной сетки вокруг но это наверное не нужно честно говоря по факту так с условно лицевой стороны под одним из глаз стеклянных есть кнопка спуска дальше располагаются резин под вот этой вот обрезиненной поверхности располагается светодиодики они уведомляют о том как она работает если мы включим камеру сбоку то увидим здесь соответственно загорелась лампочка готовности вай фай и такой вот режим что это видео да если я переключу сбоку переключатель на фото вот мы увидим что это фото загорелась такая вот история значит если мы начнем запись например вот Видите, загорелась красненькая лампочка, показывающая факт, скажем так, записи непосредственно. То есть все идет, пишется. Сбоку есть кнопка включения-выключения как раз со светодиодом. Она мигает, если там разряжается. То есть вы можете оценить состояние аккумулятора. Дальше у нас кнопка включения-выключения Wi-Fi подключения и переключения вот этих самых режимов. То есть если я нажимать буду, то фото-видео режим будет переключаться таким образом. Снизу есть HDMI, вот этот вот, который вот здесь находится, маленький HDMI-чик, и USB. Да, никакой карты памяти здесь нельзя установить. Ну такая вот, такая реальность, скажем так. Посчитали в RICO, что это не нужно. Но зато есть нормальное крепление под стандартный вот этот штатив. То есть под стандартную штативную резьбу вы найдете кучу аксессуаров. Пожалуйста, ставите, и она замечательно работает. Значит, вот так вот это выглядит история отдельно, скажем так, в сравнении со мной. То есть она не очень маленькая. Вот вам, я даже не знаю, сложно сейчас телефоны показывать для сравнения, они очень разные. Но тем не менее, то есть вот с ладонью сравниваю. Она, с одной стороны, достаточно плотненькая такая вот, да, то есть не совсем маленькая, но и не очень большая. И это хорошо, кстати, что вот такая форма используется, потому что, если взять ее в штатный мешочек, такой неопреновый пакет, такой носок, как раньше телефоны засовывали. Вот. Засовывать ее вы можете положить эту всю конструкцию, например, даже в карман джинсов. Она у вас не будет там сильно болтаться, если вы, конечно, не любите супер облипки, которые там прям по коже, по коже с натягом. В нормальные джинсы она влезает, в карман пиджака она влезает, да, и она не оттопыривает его, как, например, шарообразная Самсунгина, которая большая такая. И это хорошо, то есть вы можете взять ее спокойно, понести куда-то, выйти там погулять и не забыть. То есть вы не будете ее оставлять из-за того, что вам будет тупо лень ее брать с собой. Это плюс компании Рика с моей вот стороны. По сути, это тоже определенное удобство. Да, кстати, вы спрашивали, нету разъема под карты памяти, может быть, вы задумались, да, то все есть внутри, 8 гигов памяти, плюс она, естественно, транслирует, передает данные на ваш телефон, это или iOS, или Android. Пожалуйста, почти, по сути, бесконечное хранилище, ну или ограниченное возможностями вашего смартфона, как вариант. От одной зарядки она где-то в районе 260 фотографий делает и примерно 65 минут видео она может записать. Вот так поставили, пишет, пишет, пишет. Это Full HD видео, естественно, то есть если вы пишете меньше разрешения, а максимально Full HD 30 кадров в секунду, есть меньше, соответственно, там вы подольше позаписываете. Ну, не знаю, по-моему, чем лучше качество, тем лучше писать. Итак, работает эта штука, как я уже сказал, на Android на iOS, с Android с iOS, естественно, ну и вам придется поставить официальное приложение Ricoteta. Значит, здесь четыре вкладки сразу видно. Первое, Device Images, это то, что у вас залито на ваш планшет, на ваш смартфон, то есть то, к чему подключена эта камера, то, что у вас сейчас в руках. Cam Images, это то, что на камере, то есть в памяти самой непосредственно вот этой теты. Здесь, как бы, есть под вкладки «Не передано», то есть то, что нет у вас на смартфоне копии. «Трансфер» — это то, что уже передано вам в копии, да, и все вместе, то есть в куче показано. Следующая большая вкладка — это Teta360, но она требует подключения к интернету. Показать вам не могу просто, как бы, переход на агрегатор различных фоток других людей. Дальше, в настройках. Здесь у нас есть различные, значит, во-первых, Wi-Fi, да, вы же подключаетесь по Wi-Fi, предлагает подлогиниться вот к этому сайту 360, статус соединения, изменить Wi-Fi паспорт, то есть, ну, как бы, по умолчанию там он в виде номера снизу находится, но вы можете поменять на любой другой. Тип передачи или копировать, или просто сразу переносить, записывать состояние. Значит, если мы нажмем на странную штуку круглую внизу с видом камеры, мы попадем в режим съемки. В режиме съемки здесь есть две вкладки, соответственно, фото и видео. Режим фото также переключается ISO Priority, да, Manual, Auto, причем здесь есть Option Settings, где мы можем поставить, например, там, шумоудаление, динамический компенсатор диапазона, HDR-ку и так далее. Также есть приоритет затвора, ну, и снова возвращаемся на ISO. Если мы перейдем в режим видео, то у нас уже здесь не будет никакого превью вживую, в данном случае, да, мы снимаем как есть, ну, и нам написано, сколько у нас осталось, тоже уровень батарейки и выбор, соответственно, Full HD или HD-овое. Если мы нажмем на три полоски, мы перейдем в настройки режима съемки дополнительной. Значит, здесь есть Display Mode Settings, то есть режим отображения на экране превьюшки, или вообще не показывать, или панорама, то есть вот то, что было как раз длинно, или Full Screen, то есть полностью вот этот такой шарик. Также есть метод съемки, нормальная съемка, то есть обычная сняли и сняли, интервальная съемка, интервал композит, когда он собирает много штучек в одну, таймер, да, то есть вы ставите таймер, подняли над головой, например, сняли. Ну и брекетинг, да, вот такая история. Естественно, я выложил отдельно примеры видео, как отдельное же видео, и вы можете посмотреть, зайти, покрутиться головой, там, я не знаю, может быть, одеть виртуальные очки и посмотреть это. Например, здесь есть возможность даже в настройках этого приложения, когда вы смотрите, вы можете выбрать различные варианты решения, как это будет выглядеть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, в общем, если у вас есть хороший 3D-шлем, ну, или, там, не очень хороший, неважно какой, просто засуньте телефон, когда вы купите эту камеру, если его купите, посмотрите, все-таки ощущение от снятого собственными руками кадра, оно сильно отличается, нежели от кадра снятого кем-то, да, вы чувствуете, что вы там были, вот вы по-другому несколько оцениваете эту историю. Интересно. Понятно дело, что это не будет супер-пупер 3D, но все-таки интересно, забавно, я поиграл, мне понравилось. По качеству картинки. Понятно дело, что вы сами сможете оценить по возможности вот это дело, да, я все-таки выложил отдельно видео 3D, ну, 360 это видео, это не 3D все-таки, 360 видео, чтобы вы сами зашли при возможности, там, покрутили, посмотрели, оценили. Понятно дело, что если вы делаете фото круговое, вот это сферическое, то вы, конечно, не получите ту же самую детализацию, как в случае использования, например, топового Samsung, топового LG, топового HTC, то есть детализация, конечно, будет проще, да, шумов будет больше. Кстати, чтобы шумов было минимально, понятное дело, снимайте в ручном режиме, ну, точнее, в приоритете ISO, ISO-шка минимальная, шумы минимальны. Да, это будет вытягивать экспозицию, но это не принципиально. Я пытался замучить данный агрегат следующим методом. Я ставил один глаз ТЭТа на солнце ярко или на источник, второй глаз отправлял на, скажем так, теневую сторону и смотрел, как она склеивает вот эти вот, ну, стыки условные, да. Да, например, у Samsung и у других камер эта история превращается в странные вещи, когда одна, как бы, полусфера очень яркая или явно ярче, чем другая полусфера. Из-за этого на стыке получается такой вот явный, странный шов, явная склейка, она неприятна глазу. Здесь я получил, конечно, склейку один раз, по-моему, но я не помню уже, что такого сделал, я там издевался с источниками освещения, и то она такая была минимальная, что она не резала глаз, да. То есть на Samsung, например, я это встречал даже в примерах выложенных намного чаще, нежели здесь. То есть здесь у меня реально один раз, хотя мучил я ее достаточно долго, признаться. Следующий момент. 360 градусов фото и видео, интересная история. Не знаю, насколько она актуальна. Тут вопрос доступности шлемов, скажем так, распространенности софта для просмотра и редактирования, да, и поддержки всеми возможными движками вот этой технологии. То есть если, например, я на свой блог смогу по умолчанию без дополнительных движений или там ВКонтакте, кроме фейсбучика, выкладывать 360, почему нет, да? Я поставил чпок, и она полетела, я посмотрел 360, потому что информации, конечно, больше. Интересная история, когда вы хотите снять какую-то ситуацию. Понятное дело, да, вот если я хочу снять какой-то интересный кадр, я, ну, в идеале возьму камеру. Безусловно, я откадрирую, я выберу фокусное, нужное, я выберу там свет, если надо поставлю дополнительный свет. Я постараюсь светом нарисовать какую-то свою эмоцию, да, и рассказать какую-то историю в одном кадре. Здесь история в одном кадре немножко по-другому воспринимается. Здесь история, историю создает не свет, да, здесь историю создает ситуация. То есть это идеальная штука для, например, съемки, ну, какой-нибудь там, ну, того же вот гик-пикника, да, фестиваля ВКонтакте, какому-то стереолета, похода куда-то. То есть вы просто идете и снимаете, а человек может сам потом, или вы сами же потом выбрать и посмотреть, что происходило сзади, спереди. То есть вы можете пережить еще раз моменты уже под другим углом. По сути, это не только на, люди, история, это и для себя архивирование тоже очень хорошая история, когда вы сможете посмотреть, что было сзади вас в тот момент. Вы могли просто пропустить, да, какое-то движение. Вы смотрели в одну точку, а сзади вас была какая-то интересная, прикольная вещь. Вы можете вернуться и посмотреть, потому что камера это позволяет. Камера позволяет сделать многие интересные вещи и с точки зрения фото, да, когда вы просто сфотографировали, и можно в разных, скажем так, точках этой сферы расположить разные идеи. То есть это не обязательно ситуативная съемка, это съемка постановочная. Ну, например, в одной точке вы сделали какую-то одну штуку, да, в другой точке находятся другие модели, там участники съемки делают другое что-то, там еще что-то, еще что-то. Ну, то есть это другой уровень, да, другой план творческой работы. Я уверен, что за этим все-таки будущее. Так или иначе, распространение будет все больше и больше активнее этой истории. Шлемы будут все более доступны, да, они сейчас уже вполне себе недороги. Поддержка будет развиваться, я в этом тоже уверен, это просто логично истекает. Да, и мы увидим вот эту историю, как бы, вот более дешевые, больше, интереснее и форматнее. К чему я мог бы придраться в этой камере? Ну, цена, понятное дело, она там в районе 25 тысяч, если я не ошибаюсь, может быть дешевле она стоит. Ну, в принципе, да, купить камеру, которая фиксирована, которая не защищена из E25, ну, для многих, понятное дело, будет дорого. Ну, тут глупо говорить о том, что она всем доступна. Нет, конечно нет. Второй момент, это история про, про все-таки необходимость докупать какой-то внешний аккумулятор. Хотя она, надо отдать должное, она живет довольно долго, то есть, там, 260 кадров, ну, в 360 вы навряд ли будете снимать. Это все-таки не зеркалка, да, не обычный кадр, который дыг-дыг-дыг-дыг-дыг, все отчпокали. Здесь один кадр и много информации, соответственно, вы будете реже снимать, скорее всего. То есть, мне ее не приходилось подзаряжать в процессе съемки. То есть, мне вот тех 200 кадров за день, во, за глаза, это более чем достаточно было. Даже попробовать. А видеочас, ну да, ладно, видеочас, допустим, в крайнем случае, подоткнули Powerbank и используйте. Хорошо ли отсутствие съемного или аккумулятора, или плохо, не знаю. Ну, как бы, в мобильниках тоже часто уже не делают такое. Поэтому, просто примите как данность. Я бы, конечно же, предпочел бы, чтобы была флешка. То есть, я захочу поставить туда еще 8 гигов, пожалуйста, поставлю. Захочу 16, захочу, там, 32, 64, 128. Это мое право, я имею право на это, да. Я хочу иметь на это право, чтобы туда засунуть, например, 128 памяти, запулить туда Powerbank, поставить, чтобы он там писал 24 часа видео. К сожалению, это не, здесь невозможно. Да, ну, вот так получается. Он может сам снимать без подключения к смартфону, безусловно. То есть, я могу вот это дело не брать с собой, а просто чпок-чпок, нажимая на, ну, настроив заранее через предложение, нажимая на кнопочку, я получу и видео, и фото по нужным мне настройкам. Это удобно, да, то есть, тем более, это 360, там не надо подстраивать горизонт, и просто не глядя чпок, и понеслась история. Это здорово, это плюс. Ну, имейте в виду, да, что все-таки подключение по Wi-Fi отключает ваш домашний Wi-Fi в случае необходимости. То есть, некоторые андроиды ругаются, ну, это такая вот история. Да, она может еще транслировать вживую, то есть, трансляцию в реал-тайме. Это, пожалуйста, подключайте USB и вперед с песнями. Через USB, там есть приложение для Mac, для PC-K, поэтому тоже здесь все продумано. По итогу, игрушка интересная, игрушка дорогая. То есть, вы должны понять, что за 25 тысяч вы получаете одну из, наверное, самых лучших по качеству. В крайнем случае, по тому, что я видел примеры в интернете. Она мне нравится больше. Да, конечно, она не идеальна и не сравнится, например, с экшн-камерой, там, топовой Sony за 35. Но, блин, это вполне себе ничем. Поэтому, если вы ищете камеру хорошую, присмотритесь. Она достойная внимания совершенно однозначно. И да, она, с моей точки зрения, снимает лучше, чем с LG и Samsung. Вот такие пироги. Все, на сегодня все. Я прощаюсь с вами, но ненадолго, ибо скоро будут новые обзоры. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok